Игорь Накентьевич, выступая в Совете Федерации, Вы рассказали о том, что о перспективах создания в Республике, в Якутске в частности, Всемирного центра «Мамонта», где будут проводиться исследования, которым нет аналогов в мире. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за проект, какие исследования будут проводиться там, ну и, соответственно, какой объем средств необходим для этих целей. Спасибо. Ну, я, во-первых, начну немножко издалека. Еще в XVIII веке фактически во всем мире шла торговля мамонтовой костью, как называли. Фактически это были бивни мамонта, которые вывозили из Якутии. Поэтому, в принципе, все торговое сообщество, купцы, они знали, где располагаются наиболее высокосортные, наиболее высококачественные бивни мамонта. Значит, теперь, если поднять вопрос о создании Всемирного центра изучения мамонтовой фауны, или, как его сейчас называют сокращенно, Всемирного центра мамонта, значит, вопрос этот был поднят главой республики Егоров Анатольевичем Борисовым еще в 2013 году. И это вполне было такое правомощное решение, поскольку фактически сейчас в нашей республике, это, если 70%, а то, может быть, и 90% всех запасов мировых, именно вот мамонтовой бивни, мамонтовой кости. Но вопрос довольно сложный. И надо сказать, что с этим вопросом, значит, Егоров Анатольевич обратился и к президенту Российской Федерации, и Владимир Владимирович дал поручения правительству Российской Федерации, рассмотреть и как-то провести организационные вопросы в этой части. Теперь, чтобы понимать вообще, что это такое Всемирный центр и почему это Всемирный центр мамонта, я должен сказать, что он состоит как бы из таких двух крупных частей. Значит, первая часть – это, собственно, само извлечение из недр земли и торговля, сбор торговля мамонтовыми бивнями. Ну, эта часть, она как-то от Академии наук немножко в стороне находится, это скорее чисто такое экономическое. Ну, и надо сказать, что это один из таких основных видов дохода населения, которое живет именно вот в прибрежной части Ледовитого океана. А вторая часть – это изучение, вот научная составляющая. Вот эту вторую часть, об этой второй части я и выступал на Совете Федерации. Значит, в чем здесь вообще проблемы? Значит, первый вопрос – это о том, что нужно создать, ну, такое поле информационное по всему миру, о том, что именно в Якутии формируется научная среда. Значит, ради вот этого достижения этой цели Академию наук мы у себя организовали, открыли мамонтовый портал. Что такое мамонтовый портал? Ну, слово «портал» вы знаете, это мы там сейчас размещаем все находки мамонтовой фауны по всему миру. И этот портал открыт, в принципе, для всего научного сообщества мира. Сейчас там больше 600 объектов, причем большинство из этих уникальные объекты. Участвуют ученые Российской Федерации, участвуют ученые и американского, и канадского континента. Поэтому это вот большой такой вопрос. Ну и, наконец, очень важный момент в этой части – это создание именно в республике условий для изучения мамонтовой фауны. Что именно же будет исследовать? Что именно будет изучать? Что будет изучаться? Я когда говорю о мамонтовой фауне, я говорю, в принципе, о комплексе. Это и сами мамонты. Это те животные, которые жили в эту же эпоху вместе с мамонтами. Это и шерстистые носороги, это бизоны, это лошади, это более мелкие млекопитающие крысы, мыши. Это целая, будем говорить, серия таких млекопитающих. И хищники, которые там были в это время, это, в частности, львы, которые почему-то все любят называть пещерные львы. Хотя пещер вроде и не было там особо. Но это крупные хищники, которые охотились, в том числе и на самих мамонтов. И вот, чтобы их сконцентрировать здесь, нужно создать криохранилище. Что такое криохранилище? Криохранилище – это погреб, который имеет изолированные камеры, в которых будут храниться эти объекты. Допустим, нашли носорога, он хорошо сохранился, с мягкими тканями, его там помещаем. И тут же должно быть соответствующая лаборатория с целью, чтобы все научное сообщество, не только Российской Федерации, мира, они приехали сюда и здесь на месте проводили научные исследования. И вот в этом случае все научное сообщество будет именно тянуться сюда. Потому что сейчас мы что делаем? Мы находим объект и начинаем возить по всему миру, по всем лабораториям мировым. Это вообще не порядок, это мы как бы транжирим все это дело. Ну и, наконец, третья часть этой – это, конечно, музейно-выставочный комплекс. Вот мы сейчас мамонтовый портал создали, сейчас идет работа по организации криохранилище. Ну, достаточно серьезный объект все-таки мирового уровня. Как много денег нам на это понадобится? Ну, я сейчас не могу сказать, как много денег на это понадобится, но, по крайней мере, разговоры, ну, работа идет в этой части. И мэрия города Якутска практически решила вопрос. А средства будут задействованы? И федеральные же, видимо. Да, значит, тут вот вы поднимаете правильный вопрос, вообще, кто там будет работать. Значит, у нас, вот у нас в республике, это три организации. Это Якутский научный центр, где давно занимаются изучением мамонтовой фауны. Это Северо-Восточный федеральный университет. У них прекрасный музей мамонтовой фауны, который имеет достаточно оборудования, который сейчас занят, в том числе и вопросами изучения генетики вот этих животных и попыток, значит, возродить этого мамонта. Ну, и Академия наук, которая, мы будем говорить, при поддержке Егора Афанасьевича, в последние годы приобрела определенный вес. И, ну, с учетом использования потенциала научного зарубежных стран, у нас есть тоже определенные достижения. Игорь Накиневич, в Якутии уже давно стоит вопрос о принятии закона о мамонтовой фауне, как сейчас обстоят дела? Значит, закон по мамонтовой фауне, он вообще был принят в свое время, это еще конец 90-х, начало 2000-х годов. Но закон этот не работает. И он не работает в той части, значит, во-первых, нет федерального закона, который бы поддержал этот закон. А второй момент, такой очень важный, очень трудно контролировать сбор мамонтовой фауны. Все же таки это находится в труднодоступном месте и фактически идет бесконтрольный в том числе и сбор. А что нужно для того, чтобы все-таки заработал этот закон, который был принят, как вы говорите, давно уже? Ну, я думаю, что прежде всего, конечно, нужно, чтобы правительство республики и, значит, жители арктической территории как-то нашли общее мнение. Мы высказывали свое мнение, мы, значит, в начале этого года по заданию Егора Фанача разработали концепцию, значит, вот создание вот этих всех структур. У нас были предложения, ну, видимо, надо идти уже известным методом, это открыть фактории и провести скупку сбора той кости, которая есть, прямо на месте. Известно, что вам поступило несколько предложений об организации палеонтологических выставок в России и за границей. Скажите, что это за выставки, где планируются они? Ну, я должен сказать, что, во-первых, внутри Российской Федерации, вот по результатам вот этой последней выставки на днях республики, мы получили предложение от Дарвинского музея. Это очень серьезный музей в Российской Федерации, мы сейчас ведем переговоры в организации там выставки. Мы сейчас работаем по открытию тоже выставки у нас здесь в городе Якутске на базе вот мультимедийного парка «Россия. Моя история» тоже интересный момент. Мы провели серию переговоров с японскими коллегами и предварительно на где-то 19-й год мы достигли соглашения об организации там выставок. Мы ведем переговоры с китайскими коллегами. Ну, это все вот сейчас только... А вот, говоря о японских коллегах, недавно ваши сотрудники ездили в Японию для сотрудничества по изучению пещерных львов. Какие предварительные итоги вот этих встреч уже? Ну, во-первых, вот эти три пещерных льва, которые сейчас находятся у нас, это сами по себе, это вообще уникальные объекты. Это таких... И такой сохранности не было объектов. Значит, мы сейчас договорились с медицинским институтом, с медицинским институтом университета GK, это в Токио. И там, значит, с профессором этого университета Ноки Судзуки по, собственно, вот томографическому изучению и по изучению именно оставшихся органов, сохранившихся вот этих львят. У нас не так много времени остается, и вопрос такой, завершается год. Скажите, какие планы у Академии наук на 2018 год? Ну, во-первых, у нас есть уже задание, год задания по научным исследовательским программам. И, конечно, 2018 год для нас будет годом, когда мы просто обязаны будем достойно, с высокой отдачей, выполнить вот эти государственные задания. Значит, если подходить по научно-организационной части, то у нас, конечно, большой объем предстоит по комплексным научным исследованиям. Это очень важный момент. Игорь Анатольевич, благодарю вас за беседу, поздравляю вас с наступающими праздниками новогодними, желаю успеха в работе в дальнейшей. Благодарю. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был президент Академии наук Республики Саха-Якутия Игорь Колодезников. Оставайтесь на нашем канале, и мы всегда обсудим все самые важные темы. Всего доброго.